Здравствуйте, дорогие подписчики и зрители канала! С вами Паша Фриман, и сегодня я вам хочу рассказать про самую главную, самую имбовую и офигенную новинку патча 2.21 «Пламя и лёд», которая вышла сегодня, ну, во всяком случае, на момент записи ролика. А именно, на советский танк, точнее, российский уже, 2С38. Это та самая новинка, про которую нам говорили разработчики, обещая нам что-то интересное. И на самом деле они были очень даже правы. Во-первых, на момент записи ролика был рейтинг у машины 9.7, который явно будет повышен. Скорее всего, до 10.3, как мне кажется, если не до 10.7 вообще. Потому что эффективность данной новинки крайне высока, чересчур, я бы даже сказал. И далее мы сейчас поговорим, почему именно так. И перед началом не забудьте подписаться и поставить лайк, чтобы поддержать мой ролик, и меня, соответственно, тоже. Также, если вы надумаете что-нибудь приобретать в ближайшее время в War Thunder, учитывая, что скоро скидки начинаются, можете это делать по моей ссылке в описании. Тем самым у вас будет скидка еще больше, и еще получите мою блогерскую наклейку в подарок. Ну и меня заодно поддержите. И давайте начинать. Что мы с вами имеем? Это премиумная машина. Стоит она 9090 голды. Если посмотреть, сколько стоит 10 тысяч голды за 2700, то машина стоит где-то в районе 2500-2600. Где-то так, в рублях, если смотреть. Что на самом деле неплохо для имбалансной машины, которая попадает, во всяком случае, на данный момент в сетап к Турмсу и Су-25-му. Хотя ее можно брать вплоть до 11.0, и, в принципе, вы никакой разницы не увидите. Именно тут я хочу вам сразу сказать. Когда ей поднимут боевой рейтинг, а ей его поднимут, вы геймплеена никак не пострадаете. Потому что машина и так отсутствует броня, и при этом вооружение у нее прям мое почтение. Оно шикарнейшее просто. Поэтому можете смело ее брать. Офигенная и шикарная для тех, кто любит играть активно. То есть для активного геймплея она очень хорошо подходит. О чем вообще идет речь? Во-первых, у нас с вами корпус и вообще база от БМП-3. То есть у нас довольно хорошая подвижность. Максималочка у нас 70 км в час передним ходом, и задним ходом целых 20 км в час, что для советов очень даже неплохо. При этом в передней части корпуса у нас находится топливный бак, который очень любит хавать снаряды и урон от них. При этом башня у нас необитаемая. То есть у нас весь экипаж сидит в передней части корпуса сразу за топливным баком, что повышает нашу с вами живучесть. Когда по нам будут стрелять ломиками, во всяком случае в борт, урона будет очень мало. Хотя может подорваться боекомплект при этом. Но самое главное в этой машине, конечно же, не только подвижность, ибо она является решающим фактором в нагибе. Второй фактор это вооружение. У нас установлена 57-мм автопушка 2А90, которая очень сильно напоминает ЗСУ-57-2. И она, кстати, стреляет теми же самыми снарядами. Каморные БР-281 на 150 пробоев вплотную, и на борту у них находится 20 грамм в тротиловом эквиваленте, чего достаточно для нанесения довольно серьезного урона любому противнику в борт, а некоторым даже и в лоб. Но для борьбы с бронированными противниками у нас имеется ломик 3УБМ-22, у которого бронепробитие 225 мм вплотную, или 193 мм с одного километра. А этого достаточно для пробития многих НЛД у некоторых машин, и даже в казенную часть орудия, и другие уязвимые места. То есть мы можем с вами даже в лобовую воевать с танками противника. Но на этом наши плюсы не заканчиваются. Еще у нас есть снаряд 3УО-8. Он является осколочным с радиовзрывателем. И на борту у него 231 грамм в тротиловом эквиваленте. Правда, дистанция взвода минимальная 500 метров. То есть совсем вблизи по авиации особо не постреляешь. А вот на среднюю-дальнюю дистанцию, примерно там 800 метров и до 1,5-2 километров, мы с вами сносим абсолютно любой воздух. При этом у нас на машине еще имеется автомат сопровождения цели. То есть мы можем как зенитка захватить цель, увидеть упреждение, куда стрелять, зарядить наши радиофугасы и снести вплоть даже, не знаю, беспилотники. Я кучу штук их сбивал и все нормально работает. В особенности эти снаряды очень хорошо работают против вертолетов. Особенно и против тех, которые зависают на одном месте. И как вы понимаете, совокупность этих характеристик позволяет нам нагибать абсолютно все, что движется вообще на карте. И еще у нас есть с вами тепловизор второго поколения, позволяющий выискивать противника на большой дистанции. Но на самом деле не все так просто, как может показаться на первый взгляд. Во-первых, у нас с вами отрицательные углы наведения не очень хорошие. Они всего минус 5 градусов. То есть от холмов мы с вами не поиграем. Плюс у нас нет дополнительного вооружения. У нас только есть наша автопушка и пулемет калибра 7.62. Ни птуров, ни каких-то дополнительных стволов, пусковых остановок у нас с вами нет. Ну и если нам попадет какой-нибудь фугас по корпусу, то мы с вами будем уничтожены. То есть обстрел ракетами, птурами, арт-ударами и так далее мы с вами не переживаем. Но на бортах у нас имеются экраны, причем довольно серьезные и толстые, из-за которых мы с вами иногда пережить можем попадание фугасное в борт. Также есть еще один нюанс. У нас боекомплект в первой очереди составляет всего 20 снарядов. Учитывая, что у нас перезарядка полсекунды, отстреливаются они очень и очень быстро. Поэтому, когда вы начинаете вести огонь, старайтесь следить за этим самым боекомплектом в первую очередь. Чтобы в самый неподходящий момент он у вас не закончился. Само его пополнение не такое долгое, но все же требует некоторого времени. Что же касается геймплея на этой машине, тут все довольно просто. Объезжаем всех в борт, хотя иногда даже в лоб, и просто расстреливаем по уязвимым зонам. Все отлично работает. Мы пробиваем топовые танки, даже под очень большими углами в борт, нанося им неплохой урон. А если вас будут прикрывать союзники и брать огонь на себя, то мы можем с вами оказать очень серьезную поддержку. Плюс опять же, мы с вами сносим авиацию. Объезды задней полусферы противника тоже не оставляют его обиженным. Наши снаряды отлично пробивают все через двигатель, и образуется от этого всего очень неплохое количество осколков, несмотря на то, что калибр у нас маленький, и подкалиберные снаряды, соответственно, еще меньше. В принципе, их я вам и рекомендую брать с собой. Ну и, разумеется, радиофугасы. Камберные снаряды тоже можете взять. При удачном объезде они, конечно, будут более эффективны для поражения противника в борт. Еще мы с вами очень хорошо выламываем стволы, всякие разные гусеницы, другие модули, чем я вам и советую тоже пользоваться. Подвижность у нас отличнейшая. Мы можем многие танки обгонять, перегонять и иногда даже ломать тайминги. Поэтому здание карт и объездов приветствуется на этой машине. Ну и, разумеется, она у нас премиумная, а это означает повышенный доход и повышенное получение опыта. То есть ускорение прокачки. И как итог, мы с вами получили самую имбовую машину за последние несколько патчей. При этом она еще и советская и очень хорошо подходит под любой топовый сетап. И ей при этом без разницы, где играть. Внизу списка, в топе списка. Вообще фиолетовая на самом деле. Она везде эффективная. Особенно если вы понимаете, как играется вообще на топах. Я заметил еще, что сейчас рандом, как, в принципе, и всегда бывает после патча, наполнился именно этими машинами за советов на топах. Так что первые две недели, возможно, будет тяжело заходить в бои, но в целом, как бы, я думаю, оно того стоит. И опять же, хочу еще раз выделить и отдельно повторить. Боевой рейтинг ей точно поднимут. Она слишком имбовая на этом БРе. Ей точно будут его повышать как минимум до 10.0, до 10.3. Возможно, даже она получит 10.7 или даже 11.0. Будьте к этому готовы, поэтому не надейтесь, что она останется на 9.7. Такого в 100% не будет. Ну а если вы игрок, который не особо разбирается в топовых боевых рейтингах, не знает таймингов, не знает карты и кому куда стрелять, лучше, наверное, не берите эту машину, потому что вы на ней будете сливаться. Кстати, для справки, 2С38 является самым новым танком в War Thunder. То есть новее этой машины из реальной жизни просто в игре нет. Своим мнением по поводу 2С38 делитесь в комментариях, я их обязательно почитаю. Напоминаю, что если вы надумаете его приобрести, можете это делать по моей ссылке в описании, чтобы немножко сэкономить и получить мою блогерскую наклейку. Ну а если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вступайте во все мои социальные сети, особенности в Телеграм, и приходите на стримы на Трово, чтобы поднимать онлайн и помогать мне развиваться на новой площадке. Ну а с вами был Паши Фриман, ждите новые обзоры, я сейчас буду сидеть и пилить их в огромных количествах, подписчики на Boosty их получат в раннему доступу, ну а остальные зрители будут получать их с небольшой задержкой. Так что всем удачи, счастливо и пока-пока.